Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Бразов-Бружковский Глава четвертая Краткое содержание Река Дуйка Александровская долина Слободка Александровка Бродяга Красивый Александровский пост Его прошлое Юрты Сахалинский Париж Река Дуйка Или, как ее иначе называют, Александровка В 1881 году, когда ее исследовал зоолог Поляков В своем нижнем течении имела до десяти саженей в ширину На берега ее были намыты громадные кучи деревьев, обрушившихся в воду Низина во многих местах была покрыта старым лесом из пихты Лиственницы, ольхи, лесной ивы И кругом стояло непроходимое топкое болото В настоящее же время Эта река имеет вид длинной узкой лужи Шириной, совершенно голыми берегами И своим слабым течением она напоминает московскую канаву Надо прочесть у Полякова описание Александровской долины И взглянуть на нее теперь, хотя мельком Чтобы понять, какая масса тяжкого, воистину, каторжного труда Уже потрачена на культуру этого места С высоты соседних гор, пишет Поляков Александровская долина кажется спертую, глухою и лесистую Огромный хвойный лес покрывает значительные пространства над ней Он описывает болото, непроходимые трясины, отвратительную почву и леса Где, кроме громадных, стоящих на корню деревьев Почва нередко усеяна огромными полусгнившими стволами Свалившимися от старости или от бурь Между стволами у корней деревьев торчат часто кочки, заросшие мхом А рядом с ними ямы и рытвины Теперь же на месте тайги, трясин и рытвин Стоит целый город Проложены дороги, зеленеют луга, ржаные поля и огороды И слышатся уже жалобы на недостаток лесов К этой массе труда и борьбы, когда в трясине работали по поясам в воде Прибавить морозы, холодные дожди, тоску по родине, обиды, розги И воображение встанут страшные фигуры И недаром один сахалинский чиновник, добряк Всякий раз, когда мы вдвоем ехали куда-нибудь, читал мне Некрасовскую железную дорогу Около самого устья в Дуйку, с правой стороны, впадает небольшая речка, которая называется Малою Александровкой По обе ее стороны расположено селение Александровское или Слободка О ней я уже упоминал Она составляет предместе поста и уже слилась с ним Но так как она отличается от него некоторыми особенностями и живет самостоятельно То о ней следует говорить особо Это одно из самых старых селений Колонизация началась здесь вскоре после учреждения в Дуэ каторжных работ Выбрать именно это место, а не какое-нибудь другое побудили, как пишет Митсуль Роскошная луга, хороший строевой лес, судоходная река, плодородная земля По-видимому, пишет этот фанатик, видевший в Сахалине обетованную землю Нельзя было и сомневаться в успешном исходе колонизации Но из восьми человек, высланных с этой целью на Сахалин в 1862 году Только четверо поселились около реки Дуйки Но что могли сделать эти четверо? Они обрабатывали землю киркой и заступом Сели, случалось весной вместо яревых, а зимы И кончили тем, что стали проситься на материк В 1869 году на месте Слободки была основана сельскохозяйственная ферма Тут предполагалось решить очень важный вопрос Возможно ли рассчитывать на успешность применения к сельскому хозяйству Принудительного труда ссыльных Каторжные в течение трех лет корчевали Строили дома, осушали болота Проводили дороги и занимались хлебопашеством Но по отбытии срока не пожелали остаться здесь И обратились к генерал-губернатору с просьбой о переводе их на материк Так как хлебопашество не давало ничего, а заработков не было Просьба их была уважена Но то, что называлось фермой, продолжало существовать Дуйские каторжные с течением времени становились поселенцами Из России прибывали каторжные с семьями, которых нужно было сажать на землю Приказано было считать Сахалин землею плодородную и годную для сельскохозяйственной колонии И где жизнь не могла привиться естественным порядком, там она мало-помалу возникла искусственным образом Принудительно, ценой крупных денежных затрат и человеческих сил В 1879 году доктор Августинович застал уже в Слободке 28 домов Смотри, Августинович, несколько сведений о Сахалине Извлечение из путевого журнала Напечатано в журнале «Современность» 1880 года, номере 1 Есть еще его статья «Пребывание на острове Сахалине» В правительственном беснике 1879 года, номере 276 В настоящее время в Слободке 15 хозяйств Дома здесь крытые тесом, просторные, иногда в несколько комнат Хорошие надворные постройки, при усадьбах огороды На каждые два дома приходится одна баня Всего показано в описи под пашней 39,75, под сенокосом 24,5 десятин Лошадей 23 и рогатого скота, крупного и мелкого, 47 По составу своих хозяев Слободка считается аристократическим Селением Один надворный советник, женатый на дочери поселенца Один свободный, прибывший на остров за матерью каторжную Семь крестьян из ссыльных, четыре поселенца и только Два каторжных Из 22 семей, живущих здесь, только четыре незаконные И по возрастному составу населения Слободка приближается К нормальной деревне Рабочий возраст не преобладает так резко, как в других селениях Тут есть и дети, и юноши, и старики 65 и даже 75 лет Чем же спрашивается объяснить такое сравнительно благополучное Состояние Слободки даже ввиду заявлений самих же местных Хозяев, что хлебопашеством здесь не проживешь В ответ можно было бы указать на несколько причин, которые При обычных условиях располагают к правильной оседлой Зажиточной жизни Например, большой процент старожилов, прибывших на Сахалин до 1880 года и уже успевших привыкнуть К здешней земле и освоиться Очень важно также, что за 19 мужами прибыли на Сахалин Их жены, и почти все, садившиеся на участки, имели уже семьи Женщин сравнительно достаточно, так что одиноко живущих только 9, причем ни один не живет бабылем Вообще, Слободки посчастливилось, и как на одно из благоприятных Обстоятельств можно еще указать на высокий процент грамотных 26 мужчин и 11 женщин Не говоря о надворном советнике, занимающем на Сахалине должность Землемера Почему хозяева свободного состояния и крестьяне из Сыльных не уходят на материк, если имеют на то право? Говорят, удерживают их в Слободке успехи в сельском Хозяйстве, но ведь это относится не ко всем Ведь Слободские сенокосы и пахотная земля находятся В пользовании не у всех хозяев, а лишь у некоторых Луга и скот есть только у восьми хозяев Пашу землю – двенадцать И, как бы ни было, размеры сельского хозяйства здесь Не настолько серьезны, чтобы ими можно было объяснить Исключительно хорошее экономическое положение Посторонних заработков нет никаких Ремеслами не занимаются, и один лишь Элл, бывший офицер, имеет лавочку Официальных данных, которые бы объяснили, почему жители Слободки богаты, тоже нет И потому за решением загадки поневоле приходится обратиться к единственному в этом случае источнику К дурной славе В прежнее время в Слободке В самых широких размерах Производилась тайная торговля спиртом На Сахалине строго запрещены ввоз и продажа спирта, и это создало особый вид контрабанды Спирт привозили и в жестянках, имевших форму сахарной головы, и в самоварах, и чуть ли не в поясах, а чаще всего Просто в бочках и в обыкновенной посуде, так как мелкое начальство было подкуплено, а крупное смотрело сквозь пальцы В Слободке бутылка плохой водки продавалась за 6 и даже 10 рублей Все тюрьмы Северного Сахалина получали водку именно отсюда Не брезговали ею и горькие пьяницы из чиновников Я знаю одного такого, который во время запоя за бутылку спирта отдавал арестантам буквально последнее В настоящее время насчет спирта в Слободке стало гораздо потише Теперь поговаривают о другом промысле О торговле старыми арестантскими вещами – барахлом Скупают за бесценок халаты, рубахи, полушубки и всю эту рвань сплавляют для сбыта в Николаевск Затем еще – тайные судные кассы Барон Корф как-то в разговоре назвал Александровский пост с Сахалинским Парижем Все, что есть в этом шумном и голодном Париже увлекающегося, пьяного, азартного, слабого Когда хочется выпить или сбыть краденое, или продать душу нечистому, идет именно в Слободку На пространстве между морским берегом и постом, кроме рельсовой дороги и только что описанной Слободки, есть еще одна достопримечательность Это перевоз через дуйку На воде вместо лодки или парома большой, совершенно квадратный ящик Капитаном этого единственного в своем роде корабля состоит каторжный красивый, не помнящий родства Ему уже семьдесят один год Горбат Лопатки выпятились Одно ребро сломано На руке нет большого пальца И на всем теле рубцы от плетей и шпицрутонов, полученных им когда-то Седых волос почти нет Волосы как бы полиняли Глаза голубые, ясные С веселым, добродушным взглядом Одет в лохмотье и босс Очень подвижен, говорлив и любит посмеяться В 1855 году он бежал из военной службы по глупости И стал бродяжить, называя себя непомнящим родства Его задержали и отправили в Забайкалье, как он говорит, в казаки Я тогда думал, рассказывал он мне Что в Сибири люди под землей живут Взял и убежал по дороге из Тюмени Дошел до Камышлова Там меня задержали и присудили Ваше высокоблагородие На 20 лет в каторгу И к 90 плетям Послали в Кару Влепили там эти самые плети А оттуда сюда на Сахалин В Корсаков Я из Корсакова бежал с товарищем Но дошел только до Дуи Тут заболел, не смог дальше идти А товарищ до Благовещенска дошел Теперь уж я отслуживаю второй срок А всего живу тут на Сахалине 22 года И преступление моего было всего, что из военной службы ушел Зачем же ты теперь скрываешь свое настоящее имя? Какая надобность? Летость я сказывал чиновнику свое имя Ну и что же? Да ничего Чиновник говорит Пока справки делать будем Так ты помрешь Живи так На что тебе? Это правда Без ошибки Все равно жить недолго А все-таки Господин хороший Родные узнали бы, где я Как тебя зовут? Мое здешнее имя Игнатьев Василий Ваше высокоблагородие А настоящее? Красивый подумал и сказал Никита Трофимов Я Скопинского уезда Рязанской губернии Стал я переправляться в коробочке через реку Красивый упирается длинным шестом одно И при этом напрягается все его тощее костистое тело Работа нелегкая А тебе небось тяжело? Ничего, ваше высокоблагородие Меня никто в шею не гонит Я легонько Он рассказывает, что на Сахалине за все 22 года Он ни разу не был сечен И ни разу не сидел в карцере Потому что посылает лес пилить Иду Дают вот эту палку в руки Беру Велят печи в канцелярии топить Топлю Повиноваться надо Жизнь, нечего Бога гневить Хорошая Слава тебе, Господи Летом он живет в юрте около перевоза А в юрте у него лохмотье Корова и хлеба Ружье и спертый кислый запах На вопрос, для чего ему ружье Говорит От воров и куликов стрелять И смеется Ружье испорчено И стоят тут только для виду Зимой превращается он в дровотаска И живет в конторе на пристани Однажды я видел, как он Высоко подсучив панталоны И показывая свои жилистые Лиловые ноги Тащил с китайцем сеть В которой серебрились горбуши Каждая величиною с нашего судака Я окликнул его И он радостно ответил мне Александровский пост основан в 1881 году Один чиновник, который живет на Сахалине уже 10 лет, говорил мне, что Когда он в первый раз приехал в Александровский пост То едва не утонул в болоте Иеромонах Ираклий, проживавший до 1886 года в Александровском посту Рассказывал, что вначале тут было только три дома И в небольшой казарме, где теперь живут музыканты Помещалась тюрьма На улицах были пни Там, где теперь кирпичный завод В 1882 году охотились на соболей Для церкви отцу Ираклию была предложена надзирательная будка Но он отказался от нее, ссылаясь на тесноту Хорошую погоду служил он на площади А в дурную, в казарме Или где придется Одну обедницу Служишь, а тут бряцание кандалов Рассказывал он Шум, жар от котла Тут слава святой единосущней А рядом расстыкует твою Настоящий рост Александровска начался С издания нового положения Сахалина Когда было учреждено много новых должностей В том числе одна генеральская Для новых людей и их канцелярий Понадобилось новое место Так как в Дуэ, где до того времени находилось управление каторгой Было тесно и мрачно В шерсти верстах от Дуэ на открытом месте уже стояла слободка Была уже на дуйке тюрьма И вот по соседству мало-помалу стала вырастать резиденция Помещения для чиновников и канцелярий Церковь, склады, лавки и прочее И возникло то, без чего Сахалин обойтись бы не мог А именно город Сахалинский Париж Где находит в себе соответствующее общество и обстановку И кусок хлеба городская публика Которая может дышать только городским воздухом И заниматься только городскими делами Разные постройки, раскорчевка и осушение почвы Производились каторжными До 1888 года, пока не была быстрая на теперешняя тюрьма Жили они тут в юртах-землянках Это были срубы, врытые в землю на два-два с половиной оршина С двускатными земляными крышами Окна были маленькие, узкие В уровень с почвы Было темно, особенно зимою, когда юрты заносило снегом От поднятия почвенной воды иногда до пола От постоянного застоя влаги В земляных крышах и в рыхлых гниющих стенах Сырость в этих погребах была ужасная Спали люди в полушубках Почва вокруг, а также и колодец с водой Были постоянно загрязняемы человеческими испражнениями И всякими отбросами Так как отхожих мест и мусорных ям не было вовсе А в юртах каторжные жили со своими женами и детьми В настоящее время Александровск занимает в плане площади Около двух квадратных верст Но так как он уже слился со слободкой И одной своей улицей подходит к селению Корсаковскому Чтобы в самом недалеком будущем слиться и с ним То размеры его в самом деле более внушительны Он имеет несколько прямых, широких улиц Которые, однако, называются не улицами А по старой памяти слободками На Сахалине есть манера давать названия улицам В честь чиновников Еще при их жизни Называют улицы не только по фамилиям Но даже по именам и отчествам Если, положим, чиновника зовут Иваном Петровичем Кузнецовым То одну улицу называют Кузнецовской Другую – Ивановской А третью – Иваново-Петровской Но по какой-то счастливой случайности Александровск не увековечил еще ни одного чиновника И улицы его сохранили до сих пор названия слободок Из которых они образовались Кирпичная, Пейсиковская, Касьяновская, Писарская, Солдатская Происхождение всех этих названий понять нетрудно Кроме Пейсиковской Говорят, будто она названа так каторжными В честь пейсов еврея Который торговал здесь Когда еще на месте слободки была тайга По другой же версии Жила тут и торговала поселянка Пейсикова На улицах деревянные тротуары Всюду чистота и порядок И даже на отдаленных улицах Где теснится беднота Нет луж и мусорных куч Главную суть поста Составляет его официальная часть Дом начальника острова Его канцелярия Почтово-телеграфная контора Полицейское управление С типографией Дом начальника округа Лавка колонизационного фонда Военные казармы Тюремная больница Военный лазарет Строящаяся мечеть с миноретом Казенные дома В которых квартируют чиновники И ссыльно-каторжная тюрьма С ее многочисленными складами И мастерскими Дома большую частью новые На европейский лад Крытые железом И часто выкрашенные снаружи На Сахалине нет и звездки И хорошего камня И потому каменных построек нет Если не считать квартир Чиновников и офицеров И солдатской слободки Где живут солдаты Женатые на свободных Элемент подвижной Меняющийся здесь ежегодно То всех хозяйство В Александровске 298 Жителей 1499 Из них мужчин 923 Женщин 576 Если сюда прибавить Свободное население Военную команду И тех каторжных Которые ночуют в тюрьме И не участвуют в хозяйствах То получится цифра Около трех тысяч В сравнении со слободкой Здесь очень мало крестьян Но зато каторжные Составляют треть Всего числа хозяев Устав о ссыльных Разрешает жить вне тюрьмы А стало быть И обзаводиться хозяйством Только каторжным Разряда исправляющихся Но этот закон Постоянно обходится Ввиду его непрактичности В избах живут Не одни только исправляющиеся Но также испытуемые Долгосрочные Даже бессрочные Не говоря уже о писарях Чертежниках И хороших мастерах Которым По роду их занятий Жить в тюрьме не приходится На Сахалине Немало семейных Каторжников Мужей и отцов Которых непрактично Было бы держать В тюрьмах Отдельно от их семей Это вносило бы Немалую путаницу В жизнь колонии Пришлось бы держать Семьи тоже в тюрьмах Или же Продовольствовать их Квартирой И пищей Насчет казны Или же Удерживать на родине Все время Пока отец семейства Отбывает каторгу Каторжные Разряды Испытуемых Живут в избах И часто поэтому Несут более слабое Наказание Чем исправляющиеся Тут резко нарушается Идея равномерности Наказание Но этот беспорядок Находит себе Оправдание В тех условиях Из которых Сложилась жизнь Колонии И к тому же Он легко устраним Стоит только Перевести Из тюрьмы В избы Остальных Арестантов Но говоря О семейных Каторжных Нельзя мириться С другим Беспорядком С нерасчетливостью Администрации С какой она Разрешает Десяткам семейств Селиться там Где нет Ни усадебной Ни пахотной Земли Ни сенокозов В то время Как в селениях Других округов Поставленных В этом отношении В более благоприятные Условия Хозяйничают Только бобыли И хозяйство Не задаются Вовсе Благодаря Недостатку Женщин В Южном Сахалине Где урожай Бывает ежегодно Есть селения В которых Нет ни одной Женщины Между тем В Сахалинском Париже Одних только Женщин Свободного Поселения Прибывших За мужьями Добровольно Из России Живет 158 В Александровске Уже нет Усадебной Земли В прежнее время Когда было Просторно Давали под усадьбы 100 200 И даже 500 Квадратных Сажен Теперь же Сажают На 12 И даже На 9 И 8 Я сосчитал 161 Хозяйство Которые Ютятся Со своими Стройками И огородами На усадьбах Имеющих Каждое Не более 20 Квадратных Сажен Виноваты В этом Главным образом Естественные Условия Александровской Долины Двигаться Назад К морю Нельзя Не годится Здесь почва С боков Пост Ограничен Горами А вперед Он может Расти Теперь Только в одном Направлении Вверх По течению Дуйки По так называемой Корсаковской Дороге Здесь Усадьбы Тянутся В один ряд И тесно Жмутся Друг к другу По данным Подворной Описи Пахотной Землей Пользуется Только 36 Хозяев А Синокосом Только 9 Величина Участков Пахотной Земли Колеблется Между Тремястами Саженами И одной Десятиной Картофель Сажают Почти Все Лошади Есть Только у 16 А коровы У 38 Причем Скот Держат Крестьяне И поселенцы Занимающиеся С 1882 С 1882 С 1883 Года Четверо С 1884 Года 13 С 1885 Года 68 Значит Остальные 207 Хозяев Сели После 1885 Года Судя По очень Малому Число Крестьян Их Только 19 Нужно Заключить Что Каждый Хозяин Сидит На Участке Столько Времени Сколько Нужно Ему Для получения Крестьянских Прав То есть Право Бросить Хозяйство И уехать На Материк Вопрос На Какие Средства Существует Население Александровска До сих пор Остается Для меня Не Вполне Решенным Допустим Что Хозяева Со Своими Женами И Детьми Как Ирландцы Питаются Одним Картофелем И Что Им Хватает Его На Круглый Год Но Что Едят Те 241 Поселенец И 358 Каторжных Обоего Пола Которые Проживают В избах В качестве Сожителей Сожительниц Жильцов И Работников Правда Почти Половина Населения Получает Пособия От казны В виде Арестантских Пайков И Детских Кормовых Есть И Заработки Более 100 Человек Заняты В казенных Мастерских И В канцеляриях У Меня Отмечено На Карточках Немало Мастеров Без Которых Не Обойтись В городе Столяры Обойщики Ювелиры Часовые Мастера Портные И Тому Подобное В Александровске За поделки Из дерева И металлов Платят Очень Дорого А давать На чай Не Принято Меньше Рубля Но Чтобы Изо дня В день Вести Городскую Жизнь Достаточно Ли Арестантских Пайков И Мелких Заработков Очень Жалких У мастеров И Наживают Десятки Тысяч Разные Кулаки Выходящие Из Арестантской Среды Тут Много Неясного Я Остановился На Предположениях Что в Александровске Поселяются Большую Частью Те Которые Приезжают Сюда Из России С Деньгами И Что Для Населения Большим Подспорьем Жизни Служат Нелегальные Средства Покупка Арестантских Вещей Избытых Большими Партиями В Николаевске Эксплуатация Инородцев И Новичков Арестантов Тайная Торговля Спиртом Дача Денег Суду За Очень Высокие Проценты Азартная Игра В карты На Большие Куши Этим Занимаются Мужчины А Женщины Сыльные И Свободные Добровольно Пришедшие За Мужьями Промышляют Развратом Когда Одну Женщину Свободного Состояния Спросили Наследствие Откуда У нее Деньги Она Ответила Заработала Своим Телом Всех Семей Триста Тридцать Две Из них Законных Сто Восемьдесят Пять И Свободных Сто Сорок Сем Сравнительно Большое Количество Семейных Объясняется Не Какими Либо Особенностями Хозяйств Располагающими К семейной Домовитой Жизни А случайностями Легкомыслием Местной Администрации Сажающей Семейных На участки В Александровске А не в более Подходящем Для этого Месте И той Сравнительной Легкостью С какой Здешний Поселенец Благодаря Своей Близости К начальству И тюрьме Получает Женщину Если Жизнь Возникла И течет Необычным Естественным Порядком А искусственно И если Рост ее Зависит Не столько От естественных И экономических Условий Сколько От теории И произвола Отдельных Лиц То Подобные Случайности Подчиняют Ее себе Существенно И неизбежно И становятся Для этой Искусственной Жизни Как бы Законами Читано По изданию Полное Собрание Сочинений Антона Павловича Чехова Издание Второе Том Пятнадцатый Санкт-Петербург Издание Адольфа Федоровича Маркса 1903 Год Продолжение следует...